Родился я в 1942 году в Казахстане, где наша семья была в ссылке. После войны семья вернулась в Мордовию, откуда были мои родители, и через несколько лет мы переехали в город Саранск, столица Мордовии. И вот там я учился в общообразовательной школе, закончил там 10 классов. Первое знакомство с гитарой семиструнной произошло где-то в 1958 году. То есть довольно поздно, в общем-то, да? Ну, мне тогда уже было лет 15. А до этого на музыкальных инструментах никаких не было? Какой-то сосед у меня учился в музыкальной школе на баяне. Я родителей попросил, чтобы меня отдали на баян. Ну, я ж не помню, то ли они не согласились, то ли я уже переросток, что ли, был для школы. И в одном из школьных вечеров какой-то молодой человек пришел с гитарой и пел и себе аккомпанировал. И мне очень понравилось, как он пел. Как он играл, об этом как-то речи не было. Решил я познакомиться с этой семиструнной гитарой. Купил. Попробовал. Показал ему. Я с ним познакомился с этим молодым человеком. Он мне там показал какие-то аккорды. Черт такой. Потом я прослышал про фестиваль, который проходил в Москве о молодежи студентов в 1957 году. И узнал, что есть шестиструнная гитара. Значит, кое-как я нашел ее, купил. А поскольку никто меня ничему не мог научить. Вторая гитара была ведь... А не то чтобы в загоне. Вообще, серьезного внимания на нее никто не обращал. А как узнать, как она строится? Пошел в книжный магазин, в нотный отдел. Купил какие-то ноты для шестиструнной гитары. И по обозначениям нулики, там открытые струны. Поштудировал. Значит, выяснил, как она строится. Ну, и начал потихонечку. Ну, за год-два что-то я там разбирал, что-то играл какую-то. Тепуху. Одновременно с этим увлекался астрономией. И вот попозже астрономия появилась. Закончил я десять классов. Надо было куда-то вступать учиться. А сначала, после восьмого класса, я попытался поступить в музыкальное училище в Саранске. Там даже кто-то согласился ввести класс гитары. Но после того, как я сыграл на экзамене, он отказался. Пришлось мне опять идти в школу, заканчивать десять классов. Тогда десять классов учили. А после десятого класса надо опять же куда-то. В итоге я поступил всё-таки в Саранское музыкальное училище. Но не на гитару. Перебрал я отделение на три. Был на каком-то педагогическом. Потом перешёл на дирижовское хоровое. А первый курс заканчивал как ударник. Пока я учился в училище, кто-то мне подсказал. Надо написать письмо в Министерство культуры СССР с просьбой сообщить, где можно учиться на шестиструнной гитаре в Советском Союзе. Написал. Пришёл ответ. Это был шестьдесят первый год. И написали мне, что классе гитары открылись в училище имени Гнесиных в 1960 году. И тогда же в училище при Московской консерватории шестиструнная гитара. Там семьи, здесь шести. Ну и вот тут я окончил первый курс. Там решил поехать сюда. Но не совсем решил поехать сюда. Я поехал. Такой с мыслью была у меня ещё одна мечта – поступить в МГУ. В школе я учился достаточно хорошо. Нашёл себе факультет механико-математический, отделение астрономии. Но поскольку экзамены в училище были в июле, а в МГУ в августе, я, значит, сначала поступал в училище. И поступил. В итоге астрономия осталась в прошлом. Ну и вот тогда, значит, в Гнесинском училище преподавал Глеб Александрович Менро. Вот, Аня, немножко расскажите, что за личность была? Совершенно не знаю. Знаю, что такое есть. Встречался неоднократно. Близко не видел. То есть он вас не вёл? Нет. Я же в консерваторском поступил. Учился там у Иванова Кранского. У Кранского, да, учились? Угу. Ну, со второго курса меня взяли в армию. Служил я, значит, в ансамбле песни и пляжки Тихокеанского флота во Владивостоке и в эстрадовом оркестре «Чайка» Тихокеанского флота. А вот в оркестре и в ансамбле вы тоже гитару, да? Партия у вас была? Ну, в этом самом, в оркестре, на электрогитаре и на рояле. А в ансамбле не так-то. Угу. То есть вы так довольно быстро, в принципе, практически самостоятельно освоили инструмент, правильно же? Ну, что, за год-то это ж немного, да? То есть, в общем-то, вы играли, в общем-то, с 15 лет, да? И сами осваивали, да? Без преподавателя, да? С сегодняшнего дня я смотрю на какие-то занятия, вот так, бринками. Потом как-то пошло-поехало. И флот вот три года, да? Три года. В этом смысле, наверное, тоже много вам дал, да? Как с точки зрения практики, да? Ну, во-первых, сценическая практика. Уж очень долго. Послужив, помимо ансамбля, там еще в эстрадном оркестре. Это такой у нас большой был состав. Четыре трамбона, пять труб, шесть саксофонов. Ну, такой большой биг-бенд. Увлекся джазом. А в те времена джаз только-только разрешили. Под запретом же было. А до этого, когда у нас о джазе вообще как-то не говорили. в тридцатые, сороковые годы. Хотя были там в тридцатые, сороковые годы оркестры Цвасмана, Варламова, в отчестве Утесова. Хотя его сложно назвать джазом. Увлекся джазом. И когда пришла пора возвращаться, я уже что-то задумался. куда мне вернуться, в джаз или в классику. Все-таки решил в классику. Вернулся я в 1965 году. Ну, как-то мысль пришла в голову такая. Коль скоро у нас разрешили джаз исполнять, точно так же могут опять запретить. Ненадежно это дело в нашей стране. И остался в классике. Вернулся на второй курс училища. В 1969 году закончил. Любопытная одна вещь, которую я должен поделиться с вами. После того, как я закончил училище, Иванов Камской мне сказал, вот теперь тебе надо учиться не у гитариста. Я не сильно попал к негитаристу в Уральской консерватории в тогдашнем Свердловске. А почему это он сказал? Потому что с музыкальной точки зрения у нас почти не было грамотных гитаристов. Учился в консерватории у Минеева, который был дирижером. Александр Васильевич Минеев. Он сейчас умер уже. Который, естественно, не наслаждал меня никакими техническими моментами. Он у вас ввел музыкальную композицию в это все? Нет. Только специально. Гитару? Да. А как он мог вести? Он же не играл фактически. А зачем играть? Ну как? Вы же по классу гитару учились? Ну, понимаете, играть надо тогда, когда ученик еще не умеет ничего. А с точки зрения музыки совсем не обязательно быть гитаристом. А Крамской у вас ввел? Да. Тоже занятия ввел, да? Да. Но он-то был замечательным уже гитаристом. Да. Весь технический арсенал я получил в училище. И Минееву совершенно не нужно было этим заниматься. Знаете, куда, какой, палец поставить. Понятно. Это все. В прошлом осталось. Занимался только музыкой. А это уже для музыкантов ценнее, чем технические моменты. В Свердловске я учился заочно. В 1969 году. В шестьдесят девятом, что ли, училище закончил 62-й. А, да, в шестьдесят девятом закончил. Тут же поехал, вступил туда. А в декабре в шестьдесят девятого играл кодку с Московской областной филармонии. И вот с 69-го по 2002 год, почти три года, служил в этой самой филармонии. А с 1973-го я начал ездить с сольными концертом. Какая у вас, в основном, программа, из каких вещей состояла? Какой костяк вы для себя определяли? Трудно сказать. Ну, здесь вы, как бы, все-таки самостоятельно, да, в большей части руководствовались. Да, конечно. То есть, вам никто же не говорил, вы должны сыграть то, то, то. Ну, наверное, было, наверное, общее такое пожелание, что вот столько-то таком советских пьес, советских композиторов, да, столько-то. И такого не было. То есть, в принципе, вообще полная свобода. Ну, относительно, конечно. Так сложно сказать. Не то, чтобы никто ничего не требовал. Но надо было, значит... У меня, например, с самого начала огромное внимание и большое, я не знаю, любовь, надо сказать, к сочинению Виллоуса. Я где-то в 59-м году у нас вышла его первая прелюдия. Вот я его тогда выучил, и с течением времени я переиграл его всего. Значит, у него там пять прелюдей, цикл. Цикл двенадцати тюдов, концерт для гитары с оркестром, и пьеса у него там есть на шора номер один. Вот и некоторое время играл вот эти концерты, целиком посещённые Виллоусы. Потом увлёкся современной музыкой. Ну, это ближе уже, там, в 70-е. Потом познакомился с некоторыми композиторами. Значит, надо было для того, чтобы композиторы писали для гитары, их надо было исполнять. Так что Рехин не зря. Вы играли Рехина, да? Рехин я играл много. Я играл вот самую первую его прелюдию шугу до мажорная. Это ещё когда не было никакого цикла из двадцати четырёх прелюдий. Просто он написал одну прелюдию шугу. Потом... В силе-то памяти Виллоуса. В пятичастном. Потом... Ну, это первый раз там исполнил его детский альбом. Для него, для записи. Дом он там записал вот это на минитофор. Ну, сначала первым композитером, который написал что-то сонату для... Гитара Игорь Боя. Пётр Славянцев. Был самый Хренников. Тогда при Союз композиторов. Его сонат. Потом Осокин. Ну, и потом пошло-поехало. В конце концов дошли до Едисона Денисова. Такого мэтра современного. А вот нынешний Кошкин? Кошкина я почти не играл. Но он такой плодовитый. Да. Хороший композитор. Даже можно сказать, очень хороший для гитары. Среди гитарных композиторов. С одной причиной. В Кошкина много играл Фраучи. И чтобы не сталкиваться репертуаром, тут же опять же политика. Ну, я много лет переиграл музыки советских авторов. Или, можно сказать, и советских-российских. Мы вот с Рехи, ну, тут как-то в разговоре пришли к выводу, что существует две группы композиторов. Это композиторы-гитаристы и гитаристы-композиторы. Композиторы, не имеющие отношения к гитаре, но пишущие хотя бы немного для гитары. Эти композиторы, как правило, обучались композиторскому ремеслу. Они владеют этим ремеслом. И у них это довольно неплохо получается. Тот же, не знаю... Ну, тот же Егисон Денисов. Тот же Рехин. Сначала они писали вообще без привлечения инструмента. Потом, смотрю, и у того, и у другого появились дома гитары. Чтобы по аппликатуре хотя бы звуки было. Конечно, да. Пришать, где надо. И гитаристы-композиторы. То есть гитаристы, пишущие для гитары, естественно. Для себя почти. Таких очень много. Но толку от них никакого. Значит, это бесконечный ми минор, ля минор, три аккорда. Таких очень много. Я как-то даже не могу сказать, чтобы кто-то был близко к сердцу. Из наших. Я подхожу ко всему с чисто профессиональной точки зрения. Что там к сердцу, что там не к сердцу. Решать не мне. Решать публике. Мое дело преподнести. Ну, от виллы Лобусов вы все-таки сами для себя открыли, да? Я думаю, тут вы все-таки думали больше не о публике, а больше то, что вам нравилось играть. Правильно? Да, я, конечно, и не думал о публике. Я был молодой. А потом уже просто подходил к этому с чисто профессиональной точки зрения. Но вот бывало так, что вы тому же Рехину говорили, что вот тут с точки зрения гитариста не совсем удачное место. Да? Вот там технические или даже мелодические. Было такое, что вы как гитарист подсказывали что-то вашим композиторам? Естественно. Да? Ну, это единичный случай. Например, с Денисовым, когда сонатой его играл. У него там очень неудобное место, и я его попросил изменить один звук. То есть вот левая рука совсем неудобно, да? Он отнесся к этому отрицательно. Потом, когда выяснялось, выяснилось, что, ну, действительно, тяжело это. Не то что тяжело, да? Даже почти невозможно. Он сказал, ладно, здесь играйте. там другой звук. Но издавать я буду, а издавался он в Гамбурге, в издательстве Сикорского, издавать я буду вот со своим звуком. Какой? Один звук. А сами вы сочиняли музыку? Да. В Вихином попроще. Особых таких, собственно, не было. Ну, прошу что-то изменить. А сами вы сочиняли музыку? Слава Богу, нет. А почему слава Богу? Ну, наверное, все-таки были и в молодости какие-то попытки, да? То есть вот вы чувствуете, что это как бы не совсем ваше, да? Ну, в молодости все сочиняют стихи, а уж вы, как, значит, пошли по гитарной стезе, значит, музыку. Я понимаю, если Пушкин в молодости сочинил стихи, они остались до наших дней. А так сочиняют, черт. А какие-то обработки, может быть, делали? Ну, делал для джазового оркестра, чего-то делал я, вроде, как музыкальный руководитель в этом оркестре Варьиной был. Знаете, там, репетиции с группами. То есть а с тех пор уже как бы нет, да, уже? Ну, не то, что, поскольку я работал с вокалистами, тоже там же приходилось тоже все делать. Вообще Чебанов делает. Ну, это так, это же никуда не записывалось, это все равно. А вот увлечение Вас джазом вот так и осталось вот в молодости, да? После этого Вы уже не вещей не играли джазовых на гитаре, ничего, да? Ну и как Вы сейчас вот оцениваете, зря Вы не пошли в джаз? Или все-таки вот то, что Вы выбрали классику, это все-таки правильный выбор? Не зря. А почему? Как Вы мотивируете? Понимаете, в то время у нас же не было джазовых факультетов, нигде. И джазовых отделений или эстрадных в училищах. И где-то учиться надо было. Учиться надо было, значит, только вот практику какую-то нарабатывать. Это надо было куда-то пристраиваться в какой-то ансамбль, в какой-то там, я не знаю, квартет. Варми был у нас, помимо оркестра, был еще такой квартетик. Флейта, гитара, рояль. Или там, или там. Ударный контрабас. Развлекались. А вот с точки зрения музыки, я понимаю, что Вы сейчас скажете, что Вы о музыке судите сугубо как профессионал. Но все-таки, опять-таки, что ближе сейчас Вам джаз или то, что Вы играли всю жизнь классика? Вот все-таки сердце что выбирает? И то, и другое. То есть Вы как бы верны и остались джазу, да? Только слушать. Ну понятно, только слушать, да. А вот скажите, пожалуйста, вот Ваше впечатление от встречи с Иваном Семеновичем Козловским. Вот я так понял, что Вы аккомпанировали ему. Вот, может какие-то эпизоды вспомните интересные. Первый раз я был у него дома на съемках какого-то телефильма, который снимало Ленинградское телевидение. Ну и потом был несколько концертов. Буквально там, я не знаю, два-три-пять от силы. Ну а что, каких-то метр? Ну он же очень-то был требовательный компониатор, я знаю, вот такой. И к себе был требовательный, да, и к звуку вот этого, да. А требовательный, а как он к звуку? Он в голову не брал, что там за звук. Ну, может, слышал, устраивал его, устраивал, не устраивал, значит, с этим музыкантом больше не связывался. Может быть, я не знаю, как это. А как он вообще на вас вышел? С помощью одного композитора. Как его фамилия? Он сейчас преподает в Московский концерт. После окончания музыкального училища я получил направление в музыкальную школу города Ступино, Московской области. И ездили туда, да? Сто километров. Я должен был три года отработать после окончания. Он отработал два. Директор школы сказал, нечего ты тут делать, иди ты в свою филармонию. Только замен найди себе. Но я там работал еще участник четвертом курсе. У меня получилось так, что, в общем, два года после и год до того, три года прошло. И у меня там кто-то из учеников остался там преподавать. А с какого в 1982 году открыл класс гитары в тогда еще музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных? У меня уже было достаточно много лет. Ну, для того, чтобы открыть класс гитары в Гнесинке, надо было подсулись есть. То есть там было уговаривать кого-то в Министерство культуры. Тут целая команда ходила уговаривать. В конце концов, открыли. И вот я с 1983 года там параллельно с филармонии. С 1992 года в институте имени Шнитке параллельно. А с самим Шнитке вы не были знакомы, нет? Я ему звонил один раз. Просил написать что-нибудь для гитары. Он сказал, к сожалению, не могу. Я после инсульта, а у меня там заказов полно надо. Ну, заканчивайте. В общем, как-то не получилось. Из Шнитке я ушел, получается, через десять лет после Гнесинки, еще и в Шнитке. В 2000 году ректор института имени Ипполитова Иванова Попросил, они открывали класс гитары. Открыли там. Попросил меня, как он сказал, начать. А я уже, поскольку у меня филармония, у меня Гнесинка, у меня Шнитке, куда еще сюда. Ну, пошел на один выпуск. Пять лет я там был, один выпуск сделал и ушел оттуда. С 2000 года, в 2000 году, что ли, я был в Тольятти. Там какие-то мастер-классы, фронт спиваков, что ли, от них я ездил туда. И согласили работать туда еще. Я вот с 2000 по… У нас какой, семнадцатый год, по шестнадцатый. Мотались туда, да? Ну, я мотался пару раз в семестр. Там свои педагоги были. А вы как бы на экзаменах больше, да? На экзамены и так, под коррективом, в чем-нибудь. А сейчас преподаете где-нибудь, да? Ото все ушел. А с чем связано? Уже как бы надоело возраст или… Ну, и мотаться надоело. А ученики есть домашние, ну, дома уроки даете? Нет? И никогда не давали дома, да? Таких своих как бы не было учеников, ну, вот, вне стен институтов. Ну, это же многие практикуют, да, вот, набирают учеников, да? Частные уроки, я имею в виду. Нет, ну, были какие-то единичные службы. Угу. А сейчас вот могли бы преподавать, частные уроки давать, нет? Нет желания, да? Нет. Угу. Вот на ваш взгляд, какая сегодня тенденция, вот, педагогическая? Все вот вас устраивает, как преподают сегодня шестиструнку? Или все-таки вот какие-то вы коррективы внесли? Во всем этом есть один щекотливый момент. Когда открывали классы гитары в училище в Гнесинском и в Консерваторском, вставал вопрос, в какой отдел ее запихать, гитару эту? Причем, ну, в духовой отдел ее не сунешь вроде бы. Струнные. А вот со струнным, ну, струнным там, скрипка, виолончели и прочее тоже, тоже вроде немножко не то. Арфа. А вот в Народной щепковый музыкальный инструмент, вот и гитара. Тут в Гнесинском училище она в Народном была. В училище при Консерватории там нет Народных. Там сделали такая особая группа была. Контрабас, арфа и гитара. Сколько они вроде как никуда не имеют. Их объединили вот в одну группу. Потом, когда стали открываться классы уже во многих городах, ее везде пристраивали в Народные факультеты. Значит, куда-то надо. Сейчас вот многие ссылаются на то, что за рубежом везде гитары отдельные, кафедра и все такое прочее. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что это даст. Вот если судить по тем учебным заведениям, где я был, то значение отдельно ли это кафедра или в составе какой-то другой, абсолютно никакого не имеет. Вначале пытались, правда, поскольку гитара в Народном отделе или факультет. Обязательно в семестр надо играть одно произведение, там вариации на тему русской народной песни. Но вы везде сразу об этом забыли. То есть есть определенный стандарт, что надо играть. значит полифонию каждый семестр, крупную форму, там сонат все видит, концерт или что-то. И в штуке три пьесы разных стилей, разных авторов, разных эпох и так далее. Поэтому в русской песне там места не оказалось. Хотя с другой стороны, пожалуйста, можно играть. Тем более, если вот сейчас к тому же в Казань на конкурс Орехов надо играть обязательно. При этом учат и играют. А вот вы как бы, что бы вы предложили? Какой выход ваш, можно сказать, уже исходя из вашего опыта? То есть отдельную кафедру сделать или нет? Да. Это могло бы иметь место в Москве, в Питере. Ведь на кафедре должен быть заведующий кафедрой. Ну, какой-то там именитый человек и все такое прочее. Сейчас вот однажды касались этого вопроса. Еще когда был Зимаков. Заканчивал. Мы тогда с Фраучей. Значит, был вариант, два варианта. Если зав кафедр, то либо он, либо я. Заканчивал. Значит, у меня место постоянного места работы. Филармония. Я ему говорю, давай ты, потому что я тут совместительный. Он мне говорит, я не могу, не хочу. Я много езжу. Я говорю, а я еще больше езжу. На том и закончили эти разговоры. Потому что тогда, во-первых, ну, кафедра два педагога было всего. Ничего не было. Ну, вот сейчас она в той вот, в Академии Гнесиных, и в Шнитке, и в той же политике, она на народном факультете числится. А какая разница, где она числится? Экзамены мы сдаем раздельно. Никто нас особенно не напрягает. Главное, чтобы педагоги были хорошие. Ну, да. Ну, сейчас в Мессинге, допустим, достаточно много педагогов там. Бородина. Это на училище. Я, Девоед, Иларионов, Мурин. Кто-то пятый. Полагатский. Можно было бы и сделать. Не знаю. Среди молодых ходит сейчас еще разговор о том, что надо бы выделиться в отдельную кафедру. Я в этом смысле не вижу. Я, например, считаю нашего Орехова. Ну, это, как называется, золотой кусок золота. Как это называется? Слиток. Нет, не слиток. Ну, он тоже высший класс, но он в очень узкой для себя области. Выбор он там. В этом смысле ему, конечно, нет конкурентов никаких. И долго еще не будет. А они были с ним знакомы лично, нет? Ну, было. Мы где-то здесь, в Москве, встречались на каком-то концерте на парочке. И пара поездок где-то в других городах пересекались. Ну, понимаете, вот цель учебных заведений, можно, конечно... Вот тот же Орехов подбирает. У него один стиль, одно направление. Он не смог учиться просто. Угусь. Индок жусь. Там стандарт вот есть, который принят во всем мире. И, как я говорил, полифония, крупная форма и разных. Для этого нужен репертуар. У семиструнной гитары такого репертуара нету. Ну, и много других. Я не говорю, что инструмент плохой. Инструмент плохим не может быть любой. Да. Ну, опять же, пианисты хорошо ездят, они там, у них миллион конкурсов. Виталисты тоже сейчас миллион конкурсов. Ездят. Значит, надо что-то играть и учить то, что там требуют на конкурсах. В общем, в игровом масштабе. У семистра этого нет. Ну, может появится. Дай Бог. Да. А Вы сейчас играете, тренируетесь для себя, поддерживаете форму? Нет, не играю. Это, ну, что-нибудь там показать слишком, если надо. Ну, по ряду обстоятельств я закончил всё. Ну, вспомнил я про Крамского, как он в последние годы ошибался. Ну, уже явно ошибался. Но ему всё прощали. Он тоже был один. А тут конкуренты, которых назвал, тягаться с ним бесполезно. В каком-то смысле техническое, конечно, мастерство ещё больше поднялось, да? Конечно. Другая эпоха. Другие. А есть, на Ваш взгляд, предел в общем-то техническому вот? Или это всё беспредельно можно? Ну, это как у спортсменов. И после там некоторых сомнений, некоторых раздумий, у меня ещё тут операции были всякие, решил я, пока не поздно, что бы меня не жалели, уже затем. А это в каком году было? Это в 2003-м. В 2003-м, да? И с того момента я инструменты в руки просто не брал. То есть, для занятий. Ну, занимались только, понятно, да? Нет, как раз и не занимался. Для занятий инструменты не брал. Понятно, но преподавали же вы всё-таки брали. Ну, это там что-то показать слегка. Куда палец, а при котором, может быть, поменять. Может, вот так вот. Ну, 61 год – это, в принципе, довольно рано. У нас многие в 70 играют. Тот же Осипов Николай Васильевич. Ему уже под 70 же. Он же, по-моему, Вашего примерно возраста. Он на год моложе. У меня немного другая ситуация. Мне надо конкурировать. Понимаете, Коля Васильевич конкурировать не надо. Ну, он такой, больше аккомпанемент, правильно, Жальц? Да. А на аккомпанемент вы не хотели уходить? Ну, попроще вот, чтобы кому-то… или артисту, вокалисту. Нет? Такого желания не было, да? Нет. Угу. Окончательно на это переходить. Угу. Ну, во-первых, наверное, потому что с этого начинал. И опять к этому возвращаться в конце. Ну, не знаю, во всяком случае, решил сам бесповоротно. Какие, может быть, советы начинающим гитаристам вы дали бы вот такого общего педагогического плана? Сложный вопрос. Во-первых, музыкальные школы – дети. Они себя, как бы вы их не долбили, они себя не связывают с будущей какой-то концертной работой и вообще с музыкой. У меня один… у один знакомых сын поступал в Гнесинское училище, там, на бас-гитару что-то он поступал. Окончил музыкальную школу. И когда он пошел там в педагогу что-то такое расслушаться, или там, вроде какие-то взять перед экзаменами ступидными. Мама его сказала, вот он окончил музыкальную школу, пятерки, все. Он говорит, в музыкальной школе всем пятерки ставит. Понятно, это не основное образование, поэтому там… Ну, помимо всего прочего, связанного с каким-то инструментом, в данном случае с гитарой, заниматься музыкой лучше, слушать музыку лучше. Обычно же у нас как, и в вузах, и в училищах, специальности. И остальное – по боку. Так, кое-как. С одной стороны, да, конечно, можно все направить на свой инструмент. Остальное. Наступает момент, когда, вот как я своим говорю, когда надо больше работать не руками, а головой. И вот тогда-то, поскольку те знания остались за пределы собственной головы, и вот тогда уже сложный момент наступает. Понимаете, сейчас ведь сыграть в конце концов можно все темнически добиться. Но цель-то не в этом заключается. Ну, можно какую часть публики удивить, как у тебя быстро пальцы бегают. Можно, как Архивовский делает. Но цель-то музыки исполнительства не в этом. Поэтому в музыкальной школе, я думаю, учиться музыке, а не играть на каком-то стране. Хотя это тоже надо. А потом, когда уже выбирается будущий путь профессиональный музыкантский, тогда надо всем заниматься. Как следует инструментам и всем остальным. То есть, гармоническое такое развитие должно быть? Оно не то, чтобы гармоническое. У меня есть любимая фраза. Гитаристы – это самый музыкально необразованный народ. Ну, может, есть еще какие-то музыканты, которые… Музыкально необразованные я имею в виду. Тут они, может, и бегают, может, и все у них. Глава не очень работает. Ну, а в школе учатся. Удавливаются и получают, и слава Богу. Как, опять же, я говорю, собакам хвосты не крутят после уроков. Уже хорошо. Да. В конце концов, оттуда в профессиональном учении единицы уходят из музыкальных школ. А музыкальные школы – это будущие слушатели. Будущие публика. Если они ходят чуть-чуть, там будут разбираться. Это будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok